музыкальные темы для wordpress меня зовут федор васильев и подробные в этом видео тем кому интересно ссылку на темфорст я оставлю в описании под этим видео то есть сейчас это магазин открыт перед вами а именно информация об этой теме называется на music play она заточена именно под музыкальный сайт на платформе wordpress более детально сейчас мы с вами разберем стоит она 60 долларов на один домен у меня лицензии уже есть я с этой темой знаком аж с 2014 года в том году я ее купил она тогда стоил 48 долларов у меня даже был курс видеокурс на этом шаблоне он устарел то есть это 14 года курс вы можете даже найти некоторые уроки у меня на канале залиты они конечно в шестнадцатом году но сам курс был выпущен в 2014 году то есть это вообще мой самый первый курс который только записал образовательный по wordpress естественно эту тему хорошо знаю создавала сайты на ней и следил за ней вот она с 14 года конечно изменилась много изменений и по сути сейчас я хочу записать серию уроков вообще о настройке этой темы потому что насколько я знаю она не имеет русского языка она нуждается в пояснении и скорее всего ждите от меня серии уроков на ютюбе по настройке дамы данной темы то есть данная тема она именно заточена под музыкальные сайты что значит заточена подробнее подробнее разберем во первых перейдя по этой ссылке которая сейчас вы видите перед собой вы можете ниже просто смотреть возможности что в нее входит и я от себя сейчас расскажу нам нужно демонстрация то есть вот live preview кнопка нажимаю live preview мы попадаем на такую страницу где несколько тем представлена нам нужно именно демо то есть вот music play на называется у нас нажимаем preview идет загрузка у вас сразу скорее всего заиграет демо музыка вот здесь внизу плеер можно поставить паузу демо данные демо сайт вот сейчас который передо мной чтобы вы понимали если кто не знает на ведь для новичков это так как у вас будет выглядеть ваш сайт на этом шаблоне в готовом виде когда вы его настроить естественно со своими материалами со своей музыкой со своим текстом то есть например главная страница вы видите есть слайдер это все в шаблоне это все можно настроить то есть никаких плагинов тут сторонних нет отлить отличие от других обычных шаблонов то что игрушку заточен под музыкальный сайт он заточен именно то что здесь есть и иконки до соответствующие вот например альбом видите навожу мыши появляется иконка с наушниками он заточен то что он имеет интеграцию с популярным сервисом sound club то есть интеграция значит мы загружаем треки на sound club и там шорт кодом например вот так вот выводим ну чтобы не нагружать хостинг если у нас хостинг маленький да если будет большая посещаемость если музыкальные треки в mp3 будут залиты прямо на хостинг и будет одновременно много слушать людей например какой-то трек то на обычном хостинге люди увидят тормоза не смогут прослушать трек это очень сильно отпугивает людей поэтому здесь предусмотрено на тот момент если у вас будет большая посещаемость и при этом недорогой хостинг на котором находится данный сайт то есть сам трек лежит на сервисе sound club где мощные сервера да то есть по сути он проигрывает его на том сервере от sound club а как будто бы визуально он находится у вас прямо на сайте сейчас я открыл вот альбом вот это вот музыкальные дорожки есть кнопка play то есть по play внизу есть вот такой player он тоже встроен в шаблон это все настраивается то есть дизайн цвета и так далее и здесь вы можете смотреть как альбомы могут выглядеть там в 3 колонки в 4 колонки вот например они подгрузились до этот музыкальные альбомы можно это не только альбомами загружать здесь есть артист то есть это отображение артиста если может быть на сайте несколько артистов то есть это вот так вот выглядит с иконка уже человечка по клику по артисту мы попадаем как бы в развернутую информацию об данном артисте этот при лоудер идет при загрузка его кстати в шаблоне можно отключить чтобы его не было то есть здесь например информация об артисте вот фотографии артиста ниже под ним информация там где он в соцсетях и так далее видите то есть это все стилизовано это есть вот заточена под именно музыкальный сайт также есть интересный поиск также работает можно сделать по лейблом а сортировать там так далее по жанру музыки помимо артистов есть еще такая возможность в этом шаблоне но я называю шаблон по привычке так как я работаю с джумой на самом деле эта тема да то есть кто работает только с wordpress возможно меня не понимает когда игру про шаблон немножко могу ввести в заблуждение на самом деле шаблон тема это одно и то же просто на движке джума это называется шаблон на wordpress это тема то есть тоже вот такой стилизованный диджей микс например выкладывать миксы тоже можно play нажать кстати музыкальный трек можно загрузить прямо на сайт если это нужно использовать его sound club сервиса да и ссылки вешать там на amazon на другие платные аудио гиганты также здесь вы можете посмотреть как отображается здесь классно сделано видео то есть например то видео всяких событий но в данном случае здесь я перешел это видео tutorial на на английском языке скорее всего вот сюда надо было перейти видео это типа слайд-шоу типа галереи только видео файлов например с концертов этого музыканта тоже стилизована при наведении конка видео такой пленки тоже по клику попадаем мы в развернутый список где идет непосредственно видео например данного концерта описание социальные кнопки так далее все здесь есть и также здесь встроена есть фото галереи также фото фотографии с концертов до данного музыканта или музыкантов то есть этот шаблон подойдет как и одному музыканту который 1 до также подойдет просто например сайту музыкальных сборников музыкальный портал и так далее то есть фотография имеет тоже стилизованный вид видите все подгружается вот так вот все в стиле музыки эквалайзеры такие это на самом деле пред загрузка изображений вот они загружаются при наведении конку или лупы да можно увеличить то есть это не какой-то плагин это все встроено в шаблон что хорошо то есть как правило коммерческие шаблоны они на wordpress и имеют уже встроенные нужный функционал вот так вот фотографии увеличивается внизу есть миниатюры можно переходить по другим изображением фотографий с вечеринок то есть это все есть в теме то есть вы это можете все настроить абсолютно на данной теме когда ее приобретете есть блок ведение блога да также это может быть просто статьи связанные с музыкой или с автором есть а события то есть можно повесить дату ближайшего концерта также здесь будут отображаться даты концертов которые уже прошли в это видите то есть это все очень классно правильно продумано то есть купить билет на данный концерт ссылка может вести там не за на какой-то сервис где билет покупается чтобы на данный концерт попасть google карты да то есть где находится где концерт будет проходить и а есть вкладка радио как я понял можно будет подключить радио чтобы прямо вещала с сайта я надеюсь записать серию уроков шаблон на самом деле большой настроек там много это будет около 10 может быть 15 видео уроков только на данную тему сейчас это просто обзор что есть данной теме что вы получите при покупке данной темы то есть по сути все в одной теме вы получите никаких по сути плагинов здесь не потребуется то есть встроенный плеер внизу который вы видите он проигрывает можно убавлять звук этот плеер тоже встроен он сворачивается до показывается также изображение альбома в данном случае который я прослушиваю на паузе сейчас стоит и здесь много чего есть я рассказал буквально лишь только о внешнем составляющим до что это все это на тракт настраивается вы можете сами посетить дема посмотреть как здесь все работает поиск работает хорошо то есть если много альбомов но много музыкальных треков можно здесь по сайту поиском пользоваться есть сайт бар колонка да можно выводить сайт баре разные виджеты также виджеты присутствуют специальные вместе с этой темой устанавливаются и уже в процессе следующих видео подробно постараюсь рассказать по настройке данной темы как ее под себя заточить вообще что там есть изнутри посмотрим в этом видео я еще покажу установку этой темы потому что я увидел много вопросов по поводу данной темы что не получается и установить то есть совсем новичок не знает некоторых нюансов при установке в этом видео сейчас прям покажу на чистом вордпрессе как нужно правильно установить что ошибки на самом деле никакой нет она устанавливается абсолютно нормально то есть ваша задача если ваш если вам шаблон понравился вы его приобретаете себе за 60 долларов я его приобрел уже как скачивать я не покажу здесь просто после покупки здесь элементарно будет ссылка на скачивание шаблона я лишь покажу как какой вы архив скачаете вы должны подготовиться либо у вас уже есть сайт на wordpress вот у меня чистый сайт wordpress последняя версия на момент записи 532 версия вы это видите здесь может быть у вас уже рабочий сайт вы как-то настраивали или чистый wordpress неважно это у вас хостинг или локальный сервер тоже неважно уже показывать как wordpress устанавливать я не буду вот у меня он уже установлен здесь мы с вами перейдем внешний вид темы и здесь надо будет добавить тему загрузить тему вот видите вот это место куда нам нужно архив переместить чтобы он установился но прежде чем архив купленный с вами поставим на wordpress его нужно распаковать то есть увы получится примерно вот такой архив на скачивание у вас он будет весить 38 1 мегабайт примерно его нужно обязательно именно распаковать здесь потому что много файлов этот архив я могу удалять здесь мы получаем и документацию по этой теме вот этот файл html можно открыть через браузер и там на английском языке будет вся инструкция по этому шаблону лицензионные какие-то там всякие данные по сути вам не нужны дальше есть файлы это вот сама тема по сути вам нужен только вот этот вот архив который весит 6 и 26 мегабайт вот он называется music play у вас он будет абсолютно также называться и если мы с вами в откроем и он у нас не установится потому что он вложен в папке то есть смотрите пока на все эти файлы мы не смотрим нам нужен именно вот этот архив с шаблоном с темой мы его тоже распаковываем он у нас распаковался вот эта папка открываем ее здесь все файлы я нажимаю горячий клавишу control а чтобы выделить все и нужно запаковать именно вот так отсюда чтобы не было никаких промежуточных папок что вот все файлы вот так вот были в корне то есть правой кнопкой мыши по любому файлу я кликаю и добавить в архив здесь обязательно надо выбрать zip то есть во первых у вас на компьютере может не может может быть не установлен этого архиватора винрару называется бесплатный архиватор если у вас его нет вам надо будет скачать программу установить чтобы вы видели вот так же такую иконку архиватора я надеюсь у вас она есть название можете не менять вот он music play . zip здесь можно поставить птичку тест после упаковки у меня на английском языке архиватор у вас может быть он на русском нажимая кей все жду когда запакуется архив вот вот только теперь вот этот music play zip я смогу установить на wordpress почему если кто не понял потому что если я его открою вот так вот вся структура файлов и папок у вас должна быть в корне не во вложенной папке а именно вот так только после этого у вас без проблем тему установится на wordpress теперь я могу этот архив просто мышкой перетянуть вот в эту область или просто кликнуть по кнопке выбрать файл и найти этот zip архив на компьютере и нажимаю установить идет извлечение файлов тема успешно установлен вы должны увидеть вот эту строчку если у вас будет какая здесь ошибка что-то вы не так сделали вы видите что я установил оригинальную тему купленную то есть без проблем и все в порядке и информация также для новичков кто не знает у кого нету денег на эту тему но очень хочется вы конечно можете найти ее в интернете бесплатно скачать вы можете потестить по моим урокам все но только я вас хочу предостеречь не используйте скаченную тему на реально работающем вашем сайте дело в том что все темы которые вы скачаете бесплатно они распространяются со встроенными всякими вредоносными ссылками кучей всякого мусора и так далее у вас просто сайт может перестать работать или вы можете потерять доступ к своему сайту когда вы уже все сделаете настроить и это будет очень обидно поэтому 60 долларов либо подкопите либо не используйте на рабочем сайте например если пока денег у вас нет можете скачать эту тему в интернете просто потестировать понравится не понравится вдруг она вам не подойдет если она вам подходит там дальше уже просто нацеливайтесь на том чтоб купить и лицензию и не переживать не ни о чем после установки давайте убедимся с вами можем нажать просмотреть или активировать давайте нажмем активировать чтобы тема наша была активна новая тема активирована вот здесь и здесь вот она у нас music play информация о теме на момент записи видео у меня последняя версия темы музык play это 10.1 дальше есть некое предупреждение о которых я позже расскажу в видео уроках пока можете на это не обращать внимание это дополнительные плагины которые рекомендуют установить данная тема пока на них не смотрим и давайте как смотрится фронтальная часть сайта просто посмотрим с новой темой вот так у меня это открывается пока ничего нет но уже видим что тема активно что это уже music play сто процентов на этом этапе у нас все хорошо все получается и следующих видео начнем потихоньку разбирать настройки и вообще настраивать музыкальный сайт на данной теме на этом видео заканчиваю и увидимся с вами в следующем но 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 а но Субтитры сделал DimaTorzok